Вот так теперь живут местные жители в Купинском районе. Говорят, российские оккупанты для обстрелов используют минометы, артиллерию и авиацию. Минуты затишки становятся все реже, а обстрелы все чаще. Мы надеялись, что быстро все закончится, но не получилось. Нет, ваш Дим. Дим пока стоит, а у дочки нет. У нее и два снаряда прилетело. Слава Богу, сами живи. Местные говорят, военные РФ за последнее время стали интенсивнее атаковать общину. Снаряды и бомбы летят в дома мирных жителей. Очень тяжело, слава Богу, что оттуда вырвалось. У меня четверо детей, муж, отец и все мы оттуда. Очень тяжело пережили оккупацию, когда были оккупанты, ни работы, ничего не было. Некоторые жители отказываются от эвакуации, несмотря на массированные обстрелы, говорят в местной администрации. В основном это пожилые люди. Даже под угрозой смерти они не хотят уезжать из родных домов. Советовала, но бабушка-соседка совсем не соглашалась и до сих пор не соглашается. Сказала, может быть, когда-то и выйдет, а пока говорит нет. С каждым днем эвакуировать людей все труднее, говорят волонтеры. Ситуация напряженная и меняется практически каждый час. Проехали те дома, где вчера авиабомба упала. Там два человека погибли. Ехали в полях все черное. Очень много обстрелов. Постоянно бухкает. Но в самый эпицентр мы не заезжали. Проезжали мимо, где вчера авиабомбы падали. Несколько было мест. Жилой дом, административное здание. В этот раз вывезли 24 человека, в том числе 14 детей. Людей переместили из четырех населенных пунктов Купинского района. В подвалах мы не жили, но громко было. Страшно. Бутылку воды. Бутылку воды медвежонка взяла с собой. Зайчика плюшевого. Еще куклу, еще лего там много. Местные власти говорят, желающие эвакуироваться могут обращаться по телефону горячей линии. Сразу формируются списки. Волонтеры отвозят людей в Харьков. По словам главы областной военной администрации Олега Сенегубова, ориентировочной эвакуации подлежат более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Надежда Сухорукова, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Фрид.